Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Изменения в Конституции о евроатлантических стремлениях Украины инициирует президент Петр Порошенко. Об этом он заявил во время мероприятий по случаю Дня службы безопасности Украины в Киевской области. Он отметил стратегическое цель развития государства, членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом Альянсе. Три провокационных обстрела произвели боевики за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Российские наемники использовали запрещенное минское вооружение. На Донецком направлении 120-мм минометов обстреляли жилые дома в Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Марьинке. Минометы применили по позициям украинских военных возле Каменки. В результате вражеских обстрелов среди военнослужащих вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, которые выполняют боевые задачи по сдерживанию и отпору российской военной агрессии, нет ни раненых, ни травмированных. Пожилую родственницу одного из свидетелей защиты в так называемом деле Виджие Кашка незаконно вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму в аннексированном Крыму, сообщила в Фейсбуке крымско-татарская активистка Ленора Дюльбер. 68-летняя Лиля Газиева-Ганиева, родственница Юрия Баранова. В его доме ФСБ провели обыск и изъяли технику. В Симферополе в ноябре прошлого года российские силовики задержали четверых крымских татар. ФСБ необоснованно обвинила их в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании ветерану крымско-татарского национального движения Виджие Кашка стало плохо. 83-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи. 14 марта подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил арест задержанным на два месяца. Сеть антиукраинских интернет-агитаторов в Днепропетровской области разоблачила служба безопасности Украины. Правоохранители установили, двое мужчин по заданию спецслужб России распространяли антиукраинские лозунги в соцсетях. А также занимались поиском участников для фейковых протестных акций. При обысках правоохранителей изъяли компьютерное оборудование и средства связи. Открыто уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Два человека погибли, четыре ранены в результате взрыва автомобиля в египетском городе Александрия. Об этом сообщает служба безопасности страны. Полиция и военные оцепили место взрыва. По предварительным данным, атака была направлена против одного из начальников службы безопасности города. Пока детали происшествия не разглашаются, ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв. Взрыв в афганской провинции Гельмент. 15 человек погибли, 51 ранен. Об этом сообщают правоохранительные службы страны. Смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой возле стадиона, когда люди возвращались со спортивного матча. Силы безопасности страны оцепили район возле места взрыва. Причины и подробности происшествия выясняются. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв. 37 человек погибли, 80 ранены в результате атаки правительственных войск на подземное убежище в Восточной Гути. Силы Башара Асада использовали зажигательные бомбы. Об этом сообщает добровольческая организация «Белые каски». Правительственные войска обстреливают Восточную Гуту с середины февраля. По данным неправительственной организации «Врачи без границ», гуманитарная ситуация в Восточной Гуте ухудшается. Местные жители практически отрезаны от медицинской помощи. «Цвести, а не болеть» – акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, провели в Киеве. Активисты раздавали бумажные ромашки симптомами и методами профилактики этого заболевания. Предлагали пройти скрининг анкетирования на выявление туберкулеза и получить консультацию врача. Также провели выставку фотографий людей, победивших болезнь, как в диспансерах, так и в домашних условиях. Фотопроект «Туберкулез глазами пациентов» был создан в сотрудничестве с фотографом Андреем Горбом и пациентами, некоторые из которых сейчас пришли на акцию. Открывать свой статус больного сейчас рискованно, ведь люди с туберкулезом сталкиваются с непониманием. А в диспансерах оказываются оторванными от работы, семьи, нормальной жизни. Я надеюсь, эти фотографии передадут боль людей, которые лечатся, и призовут украинцев следить за своим здоровьем. В мире ежегодно от туберкулеза умирает более полутора миллионов человек. В Украине четыре тысячи человек в год. Это означает, что каждый день 11 украинцев лишаются жизни из-за туберкулеза. Но этот год должен стать переломным на глобальном уровне. 160 ветеранов и сотрудников силовых ведомств, раненых во время боевых действий, в частности в зоне АТО, в миротворческих операциях, сражаются за право участвовать в «Играх непокоренных». В спортклубе Вооруженных сил Украины проходит финал всеукраинских спортивных тестирований. Участники демонстрируют свои силы в нескольких видах спорта – плавании, стрельба из лука и пауэрлифтинг. Победители будут участвовать во всеукраинских играх «Непокоренных» в мае. Призеры станут членами национальной сборной Украины, которая отправится на игры в австралийском Сиднее. Участники будут отбираться сильнейшие победители, так как у нас много видов спорта, и в каждом виде спорта есть весовые категории, и дистанции разные. Поэтому будут участники первых трех призовых мест отбираться, и в дальнейшем в главном отборе чемпионата Украины по «Инвиктус Геймс» будет определяться сильнейший и основной состав команды. Тренировался раньше в школьные годы, как и все парни, кто в какой спортивной секции. Серьезнее, более профессионально стал заниматься плаванием, когда появились «Игры непокоренных». Хотел бы стать, конечно, чемпионом, но если это не удастся, хочу войти хотя бы в тройку призеров. Весна пришла в Японию, там зацвела сакура. Период цветения считается для японцев праздником. Они массово собираются в места, где есть эти деревья, и устраивают пикники, так называемые ханами, что в переводе означает «любование цветами». Места во многих парках, где можно полюбоваться зрелищем, бронируются заранее. Большинство японцев на эти дни берут отпуск и перемещаются по стране вслед за волной цветения сакуры. В общем, этот период длится меньше недели, после чего лепестки японской вишни начинают опадать. Украина переходит на летнее время. В ночь с 24 на 25 марта в три часа по киевскому времени украинцы переведут стрелки часов на один час вперед, то есть сна на час меньше. Впервые переход на сезонное время произошел в 1908 году в Великобритании. Украина присоединилась с 1981 года. Также делают в более чем 60 странах мира. Оперативную информацию онлайн вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова